А как меня слышно, напишите, пожалуйста. А как меня слышно? Прекрасно, благодарю вас. Благодарю, милая, за обратную связь. Всем добрый вечер. Прекрасно, благодарю. Напишите, пожалуйста, какие у вас результаты, поделитесь. В состоянии, какие мысли, какие идеи приходят. Ну, то есть не конкретно, а, возможно, кого-то потянуло попеть, возможно, кого-то потянуло рисовать, вышивать, шить, я не знаю, что-то дома сделать, убраться, шкафы разобрать, смастерить что-то, приготовить необычное. Что необычного происходит, потому что пробуждается творческая энергия очень хорошо во время практик. Милые во благо, всем все во благо. Ждем 7 часов. У нас, у тех, кто подписался, будет уведомление. Делитесь пока результатами. Удавалось ли вам в течение дня, может быть, поделать? Как прошел ваш день по сравнению с обычными днями? Вот, Габриэла потянула шить. И энергии еще полно, правда. Вроде бы и день отработала, и кучу дел сделала, и детьми занялась, и кушать сварила, и после работы убралась. И 9 еще тянет на подвиги. С тренировкой это связано только положительно, потому что, когда вы запустили биоэнергию, вам показали место, где у вас проблема. Можете вот это упражнение сделать ну разу в 10-15, ну по результату, да? Сами определите количество. Можете выдыхать в то место, где болит. Вот вам еще один лайфхак, как использовать это упражнение для оздоровления. Если у вас где-то болит, то туда можете выдыхать. Это не касается головы, потому что с головой немножко все иначе обстоит. Там можно нагнать высокое давление. Вот все, что ниже головы, когда болит, вдыхаете, это ваши биоэнергии, это энергия первотворения, это энергия животворения. И поэтому оно очень здорово снимает боли, оздоравливает. Но оно снимет боли, это не болеутоляющее упражнение, оно снимет боль только тогда, когда там восстановится энергия и исцеление. Произошло исцеление, все, боль прошла. Если боль не прошла, прекрасно показать, что блок не ушел. Кожа стала эластичной, светящейся в настроении, потому что надпочечники выделяют гормон стресса. И когда они наполнены, то они этот гормон стресса не выделяют. Целеустремленность появляется очень, появляется ясность в голове, ясность в целях, ясность в движении, куда двигаться. И чем больше вы будете давать энергии в голову, особенно в утреннее время, или, например, если вы очень много умственной деятельностью занимаетесь, то в течение дня можно уединиться, но даже и не уединиться, а вообще уединиться не нужно. Все процессы происходят внутри, там оно и не видно для обычных людей. Можно сказать, что вы делаете просто утреннюю, дыхательную гимнастику. Ну и восполнить опять ресурс, если он у вас потрачен. Голова болела, это блоки в голове. Ну, с головой сложнее. Или переизвыток энергии, или недостаток, нужно смотреть. Не могу там очистить инициативу, или недостаток. Голова болела. Ну, это насчет родных и близких. У вас появляется вес. Вес в словах. У вас появляется вот этот магнетизм, уже начинает появляться. У вас появляется тело наполнено вот этой сладкой энергией, которая вкусная для всех. Сейчас на вас будут уже, чем больше вы будете практиковать, это же не значит, что утром-вечером, да, или только утром, или только вечером. Это же можно в любое время сделать. Вот. И на вас будут обращать внимание. Топ-вечер, да, всем. Ну, это все более-то всегда блоки. Это всегда какие-то блоки. 19.04. Достаточно было время, чтобы собраться. Сейчас еще на вопрос отвечу. Немного не поняла, как задействовать надпочечники. Как их задействовать? Сзади вдох, спереди задержка дыхания. Капсуляция. Держим, 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 держим. И выдыхаем в моллюск. И на секунду, на 2-3 во время выдоха. Внимание на надпочечники. Можно отдельно, сегодня мы не будем это делать, отдельно выдыхать именно в надпочечнике. Вернее, в надпочечнике. На сегодня будет отдельно несколько выдохов именно в надпочечнике. Каждый раз на домашке мы делаем что-то новое, как правило. Ну что, дорогие мои, здесь уже все у нас продвинутые. Ничего повторять. Напишите, есть ли новенькие. Повторять, скорее всего, нет, не буду. Все в курсе, что мы сегодня делаем. Жду секунд 10 на случай, есть ли задержка. Ну, у кого стоя, у кого сидя на жестком, у кого-то лежа. У меня подруга может делать только лежа. Знаю, человека на ходу даже уже делаю. Я как-то не практиковала. А, практиковала как-то, да, получается. Я всегда вспомнила. Ну, то есть новеньких нет, прекрасно. Ай, дихали, дорогие. Подышали немножко животом. Успокоили. Таким образом, внутренний диалог. По центральному каналу поднимаем внимание до сердечной чатры. И на вдохе говорим, я люблю себя. А на выдохе опускаем это в каждую клеточку нашего тела. Я люблю себя. Еще раз. Я люблю себя. Два-три раза длиннее вдоха-выдох. И опускаем это в каждую клеточку нашего тела. И она начинает третировать и полить в себе. На вдохе я позволяю себе все удовольствия этого мира. И опускаем это в каждую клеточку нашего тела. На вдохе я люблю мир, а мир любит и заботится обо мне. И долгий выдох в каждую клеточку нашего тела. Я люблю мир, а мир любит и заботится обо мне. И по принципу, что излучаешь, что и получаешь, получаем все это в жизни. По центральному каналу поднимаем шишковидную железу. Это центр черепной коробки. Маленькая жемчужинка. Горошинка. Внимание, дышим низом живота. Внимание, приведенное в шишковидную железу, активирует ее таким образом. Прекрасно. Внимание в затылочную часть. Как бы дышим этим низом. Дышим низом живота. Но внимание, приведенное, создает эффект дыхания энергетического. Прекрасно. Опускаемся к нашему моллюску. Поприветствовали его. Посмотрели уровень энергии. Посмотрели настроение. Он у нас много лет жил без внимания. Ему нужно внимания. Он любит его. И начинаем наше упражнение. Сзади. Вдох. Спереди. Задержка дыхания. Капсуляция. И внутри друг к другу. Раз. И вверх. Раз. И еще. И еще раз. Максимально держим. Сзади отпускаем. Выдыхаем во весь объем моллюзка. Спереди отпускаем. Дышим. Поддерживающее дыхание. Сзади. Вдох. Спереди. Сзади дыхания. Капсуляция. Капсуляцию делайте качественной. Отпускаем. Выдыхаем во весь объем моллюзка. И здесь отпускаем. Дышим. Моллюзка. Это мочеполовая система. Отно-почечника. Вдох. Литтерам. У мужчин. Двоечек. Пениса. Сзади. Вдох. Спереди. Вдох. Дышка дыхания. Капсуляция. Вплотнее. И подтягиваем выше-выше. Пока кнопочки нет, капсуляция нас идеально спасает. На платной части уже будет кнопка. Она в десятки раз эффективнее будет. Помогает нам делать это упражнение. Сзади отпускаем. Вот так. Вдох. Спереди отпускаем. Дышим. Сзади. Вдох. Спереди. Дышка дыхания. Капсуляция. Сзади. Сзади отпускаем. Спереди. И отпускаем дышать. Сзади. То. Введем. Внимание не рассеиваем. Только на то, что мы делаем. Дышать дыхание. Папсуляция. Сами не буду проговаривать. На автомате у вас больше. Сзади отпускаем. Выдыхаем. Спереди отпускаем. Дышим. Сзади. Вдох. Спереди. Спускаем. Вдыхаем. А теперь следующие три раза. Мы будем вдыхать почки и наркотичники. То есть не во все тело моллюска, а только почки и наркотичники. Сзади. Вдох. Спереди. Спереди. Вдых. Спереди. 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 Теперь запускаем. Ну, завершаем уже самое, да? Я не проговариваю. Итак, еще раз. Сзади. Вдох. Спереди. Спереди. Вдох. 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 И по дороге почки запитываются. Тоже такой вариант. Возможно, я вам показывала бы варианты. Задень, вдох, спереди. Задень, опускаем, выдыхаем по одной почечнике. Почки подбираются, подбираются. Вдыхаем во весь внутренний объем тела. Задень, вдох. Спереди. Задень, опускаем, выдыхаем во весь внутренний объем тела. Задень, выдыхаем во весь внутренний объем тела. Задень, опускаем, выдыхаем во весь внутренний объем тела. Теперь внимание, у кого что болит, внутренние органы. Мы еще два раза выдохнем во весь внутренний объем тела. Если у кого-то что-то болит, он выдыхает, то место где болит. Все точечно. Сзади, вдох, спереди. Сзади, опускаем, выдыхаем во весь внутренний объем тела. Вот это наша биоэнергия. Она у нас, вот работа малюнская, которую мы сейчас делаем, она должна у нас, с рождения так и происходит. Потом мы перекрываем, то есть нам перекрывают все. Социум, родители, окружение, матрица. Сейчас мы восстанавливаем. И тогда, когда люди жили несколько тысяч лет, как раз у них вот этот генератор работал от рождения. Каждый вдох. Они делали вдох, и у них происходила генерация белой нотки. Поэтому мы жили бесконечно долго. Почему у нас есть домашки? Потому что мы включаем наше тело, создаем новые нейронные связи и встанем на автомат, стараемся. Конечно, это более длительная тренировка, несколько недель, месяцев. Вот так. Но. Легко туда начало. Сзади вдох. Спереди. Сзади отпускаем, выдыхаем. Запомнили, смотрим, и все. Мы не будем сегодня выдохать голову, потому что уже вечер у большинства. А вот те, у кого как раз утро, начало дня, они могут сделать еще несколько выдохов именно голову. И у них день пройдет максимально продуктивно. Куча мыслей, идей, творчество активируется. Я рекомендую, и в комментариях вы можете убедиться, что так оно действует. Ну, еще раз моллюск. И все, у кого вечер, счастливого вечера. Сзади, до спереди. Хорошо, как все будет. И еще держим 5 секунд. Так, сзади отпускаем, наполняем моллюск. Наполняем, наполняем, наполняем. И на исходе выдоха во весь объем тела. Раз. Прекрасно. Ну, что, дорогие мои, напишите свои ощущения, как-то они отличаются от утренней домашки, кто был, у кого есть, с чем сравнить. Напишите, как отличаются от того, что вы делали вчера впервые, то есть буквально за сутки, насколько изменились ощущения, насколько изменилось ваше настроение, ощущение себя, мира, окружения. Что вообще, вот какая разница даже в том, как вы делаете упражнение. Те, кто бежит, могут бежать. А я жду. Так, читаю комментарии. Зивота пошла, это чистка, блоки уходят. Это биоэнергия, да. Может уходить мелкие сглазы. Это все, да, прекрасно работает. То есть, если человек бывает физически очень силен, и здоровье, и иммунитет, все, то вот в этом случае его трудно сглазить, всего ничего не берет. Это сильная биоэнергия, и она настолько уплотнена, вокруг него. Вот эта биоэнергия, она дает здоровье тоже, и не только энергию, но и здоровье. Вот она настолько уплотнена, что не попадает до тела, не долетает. Правообращение улучшается, чувствуется активность. Благодарю. Девочки, вы замужем, поднаблюдайте за поведением своего партнера. Если там какие-то сложности есть, то садитесь возле партнера, ложитесь возле партнера, и начинаете делать, накачивать моллюска. Накачали своего моллюска плотно-плотно тепло, и потом выдыхаем еще в моллюск своего партнера, и получаем желаемый результат. Так. Да. Да, энергии хватает. Это ладно. Через несколько дней вам будет казаться, что вы всегда так жили, что вы не жили в режиме нехватки энергии. Будет казаться, что это норма. Так было всегда. Буквально на второй день, на второй-третий день марафона приходится. Поэтому вы писали здесь. Да, и можно, я думаю, надо просто как-то настройки в голове поменять, когда вы делаете через команду, через команду, через сознание. Вот. Скорее всего, после того, как кнопку добавите, то есть сила той энергии, силой мощной энергии, которую будем собирать, она будет экономиться в порядках выше, поэтому активность будет лучше. Но ко мне в желчном там работа с убеждением. Там работа с убеждением не очень длительная, работа со здоровьем, с режимом, там много чего, всего. Только этим не получится. Если они прям совсем-совсем маленькие, и добавите работу с сознанием и так далее, то да, возможно. Ноги горят. Супер. Да. По всему телу тепло. Да, я взмокла. Ну-ка, выдыхайте в ноги. Нила, я благодарю вас за души, за мою возможность жить с людям. Поэтому. Это те древние знания, которые я готова передавать, потому что, ну, ну, пора бы уже завершать наши короткие жизни по 60-70 лет. К сожалению, очень жаль, что на этих процессах мало наших мужчин, потому что она прекрасна работа с простафитом. У многих женщин, у которых не было месячных по полугода, по году, у них запускался опять. Запускался этот процесс, то есть монопауна уже началась, а вот они упорно делали, делали, делали. То есть это не наши десятки минутные домашние. Это там, когда мы прокачиваем весь организм, когда мы делаем продукты, когда там есть космички, все эти продвинутые версии, которые на плане в курсе. Вот они прям, прям первый курс упорный делали до часу. И у них не на паузу. Благодарю вас. Всем хорошего дня, у кого сегодня утро. Всем счастливого вечера, счастливой ночи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.